Приветствую вас! Сегодня у нас будет комплекс, направленный на избавление от боли в спине. Мы будем много с вами работать с ягодицами, тазобедренными суставами. Эта тренировка пройдет стоя. Никакого дополнительного оборудования не понадобится. Только вертикальная опора, чтобы мы могли зафиксировать одну из рук. Также я хочу сказать, что если у вас есть болезненные ощущения в районе крестцового отдела, то для того, чтобы у вас было хорошее ощущение, особенно это для девчонок после родов, пожалуйста, возьмите любой ремень, либо если у вас есть пояс от халата, и туго стените себе таз. То есть каким-то неэластичным предметом надо стянуть себе таз. И тогда, когда мы будем работать с вами, у вас будут раскрываться правильно работать кости, и соответственно загибаться тазобедренный сустав, ограничивая движения в костях таза, которые сейчас уязвимы, то есть они после родов, им нужно время для того, чтобы встать на место. Итак, значит, мы с вами начинаем с небольшой разминки. Встаньте, пожалуйста, удобно, чтобы стопы у вас стояли параллельно друг к другу. Руки поставьте на подвздошные кости, вытянитесь, как будто хотите оттолкнуться руками от таза, прям вытянитесь наверх. И здесь мы с вами только дышим. Мы делаем глубокий вдох, надуваем живот и ребра, прям раздуваем все, и на выдохе сильно стягиваем. Сильно включаем мышцы пресса. Вдох, надуваем живот. Выдох, сильно стягиваем. Давайте договоримся, что выдох у нас всегда будет идти через трубочку, через звук и рот. Вдох и выдох. Последний раз вдох. И на выдохе. Вот сейчас затянули все комфортно. Вы чувствуете напряжение мышц, но при этом вы можете спокойно дышать. То есть у вас есть вдох в нижние ребра, в задние ребра, но живот компактный. Вот такой живот мы сейчас с вами держим и делаем следующее упражнение. Мы сгибаем колени и ведем их за большой палец. Сейчас у вас корпус немножко отклоняется назад. То есть вы не приседаете вниз, вперед наклоняйтесь, а немножко наклоняетесь назад. Чувствуете натяжение в первой трети бедра. И из этого положения мы подкручиваем хвостик и еще делаем выдох. У нас бедра разворачиваются наружу. Вдох, таз ровно. Мы руками отталкиваемся, макушкой тянемся наверх. На выдохе снова копчик. На вдох, сильно таз отталкиваем и макушкой тянемся вверх. И еще на выдохе. Колени, да, не забываем за большой палец. Вдох, таз в центр. На выдохе мы сделали подворот копчика. Наклонили таз, наклон назад. Чувствуем нашу плоскую поясницу и выводим руки вперед. Делаем движение руками вперед. Вдох, задние лопатки. Вдох. Прям почувствуйте, как вы надулись сзади. И на выдохе руки в себя. Плечи опускаем, грудь поднимаем. Вдох, лопатки. На выдохе плечи опускаем, грудь поднимаем. Сильный живот. Колени у нас еще согнуты. Вдох. И на выдохе. Последний раз вдох. И на выдохе руки в себя, грудь наверх. Живот сильно плотный. Вытянулись. Вот такая у нас небольшая была с вами разминка. Мы это все с вами делаем и с намоткой на таз, если у вас есть болезненные ощущения в крестцовом отделе. Дальше мы ставим руки точно так же на подвздошные кости. И начинаем работать с нашими стопами. Стопы уплощаются. Максимально раздавливаются. Коленки смотрят вовнутрь немножко. То есть, когда у вас стопы плоские, сустав тазобедренный вращается вовнутрь. И мы с вами, растягивая коврик в разные стороны, выпрямляем колени точно на второй палец стопы. Вы должны почувствовать, как у вас напрягается внешняя часть. Внешняя часть ваших ног. Ягодицы вы почувствуете только в наклоне. Сейчас почувствуете мышцы голени и вот как у вас сустав стабильный стал. То есть, вы прям большими пальцами разрываете коврик. На вдохе мы наклоняемся вперед и тазом тянемся назад. Наша задача таз увести назад. Вдох. Большие пальцы все еще раскрывают, растягивают коврик. Вот сейчас в наклоне ощутите, что у вас напрягается ягодица. Вы прям чувствуете, как у вас стопы раздвигают коврик. И в этом положении мы делаем выдох. Вдох. Еще больше тазом тянемся назад. Смещаем прям весь тело на пятки. Но при этом пальцы у нас не отрываются от пола. На выдохе собираем ребра. И еще глубокий вдох. Таз максимально назад. Потянулись крыльями таза. И на выдохе. На вдохе мы тянемся снова назад. И на выдохе поднимаемся наверх. Почувствовали работу ягодиц. Приседаем вниз. Подкручиваем копчик. На выдохе. На вдохе вытягиваемся наверх. И наклоняемся вперед. На выдохе долгом поднимаемся в потолок. Колени сгибаем. Копчик подтягиваем вниз. А лобковую кость к себе. На вдохе поднимаемся. Наклон вперед. Большие пальцы все еще растягивают коврик. Ничего не меняется в стопах. На выдохе подъем. Колени согнуты. Лобковую кость к себе. Максимальное сгибание колена. Чтобы стопа у нас была на полу. И растягивались мышцы голени. Последний раз мы остаемся с вами в этом положении. И здесь руки ставим на бедра. Из этого положения вы должны оттолкнуться руками от бедер. Создать мышечную поддержку в спине. И сделать на выдохе копчиком движение вниз. Всем очень хочется, у кого болит спина. Прям растянуть этот отдел. Мы не должны это делать пассивно. Вот таким вот движением. Мы это должны сделать за счет мышечной поддержки. Мы делаем выдох. Пресс выталкивает поясницу. И копчик стремится вниз. То есть изначально вы должны чувствовать сильное напряжение в зоне живота. Вдохом. Таз потянулся назад. Не надо его задирать в сильном наклон вперед. Надо ощутить вот эту нитрайку. Вы тянетесь в диагональ вниз. На выдохе снова оттолкнулись руками. Сделали сильный пресс. Потянулись копчиком вниз. На вдохе нейтраль. И еще выдох. Потянулись. Вдох. Нейтраль. Последний раз. Выдох. Потянулись копчиком вниз. Лобковая кость поджимается к ребрам. На вдохе. Отлично. Поднимаемся вертикально. Я думаю, что вы уже ощутили небольшое освобождение. Как будто бы вы вытянулись. Нам нужно было растянуть механический позвоночник. Но это сделали мы за счет мышечных усилий. Сейчас мы подойдем с вами к стене. Поработаем с грудным отделом. Потому что без него, к сожалению, у нас в пояснице так и будет напряжение. Потом мы поработаем с ягодицами. Итак, мы встаем к стене с вами. Уже знакомое всеми упражнение. Локоть мы располагаем на уровне плечевого сустава. Правая нога ближняя к стене вышагивает вперед. Мы делаем перемещение до натяжения грудной мышцы правой руки. И возвращаемся обратно. Наша задача почувствовать натяжение в грудной мышце. Да? Не в подмышке, не где-то там сзади. Именно здесь. И возвращаемся обратно. И самое главное, не на прям плечевом суставе. Чуть ниже, да, брюшка мышцы. Поехали. То есть, если вы чувствуете на плечевом суставе, уменьшайте амплитуду. То есть, чуть ниже локоть опускайте, чтобы вам было комфортнее. Но напоминаю, что слишком низко локоть мы не опускаем. Вы выполняете, я болтаю. Мы ставим на уровень плеча. Потому что проекция грудной мышцы идет по диагонали наверх. Соответственно, для того, чтобы нам растянуть ее, у нас рука должна быть минимум на уровне плеча, либо чуть выше. Соответственно, таким образом мы потянем именно эту мышцу. Вы сделали движение. Сейчас мы остаемся здесь. Вытягиваем левую руку вперед. И с ней будем тянуться на вдохе вперед. А на выдохе за локтем сшагать назад и разворачиваться. Локоть неподвижен. Выдох. Вдох. Притянулись и руку вытянули. Выдох. Всегда собираем пресс, плотный пресс. Вдох. Болезненная поясница – это всегда расслабленные мышцы живота и не до конца включенные мышцы ягодиц. Поясница перенапрягается и работает за эти отделы. Пожалуйста, очень хорошо включаем дыхание. Наверное, многие подумали, при чем тут вообще дыхание, когда мы делали первую часть тренировки. Но после того, как вы научите включаться в поперечную мышцу живота, у вас уйдет поясничная боль. Потому что поперечная мышца будет держать кости. Она будет формировать правильный мышечный корсет. Последний раз. Вдох. И выдох. Поменяем руку. Она у нас, скорее всего, затекла. Мы делаем с вами сначала шаги. Левая нога у нас впереди. Локоть на уровень плеча, либо чуть выше. Делаем вперед шаг. Чувствую натяжение грудной мышцы. Возвращаемся обратно. Почувствуйте перекат. Скорее всего, с одной стороны перекат на стопе я имела в виду, потому что это важное движение при шаге. Насчет грудной мышцы, скорее всего, у вас с одной стороны она забита больше, чем с другой. Потому что с одной стороны мы носим больше сумок. У нас на плече сумка в руках, какой-нибудь пакет. Мы мышкой работаем, как правило, правой рукой. Соответственно, одна рука у нас всегда вытянута и мышцы спазмированы больше, чем другая. Поэтому, если у вас есть какая-то разница, это в целом нормально. С этим можно работать. Остались с вами на левой ноге. Правую руку вытащили вперед, сделали вдох, приблизились к стене. На выдох локоть назад. И разворот хороший за счет мышечной поддержки. Вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. И еще вдох. И выдох. Тянем прям рукой сильно вперед из сустава. И у нас последний раз. Вдох. И выдох. Отлично. Встряхнули руки, выходим снова на середину. Сейчас мы поработаем с вами непосредственно уже с работой корпуса, а не только плечевым суставом. Наши стопы стоят достаточно широко, чтобы вы могли наклоняться и не терять равновесие. Поднимите руки за голову. Периферическим зрением вы должны видеть свои локти. Вытянитесь макушкой наверх и затылком вдавите себя в руки. То есть подбородок мы приближаем к шее и вытягиваем в затылочную область нашей позадней линии и шеи. Соответственно, на вдохе мы тянемся локтем в потолок, вытягивая всю левую часть. На выдохе закручиваемся вперед, обнимая большое дерево. Представьте, что здесь большой ствол. Вот он лежит горизонтально. И вы должны обнять его. То есть не сомкнуть руки, а обнять. Почувствуйте, как у вас вытягивается вся линия спины по левой стороне. На вдохе возвращаемся наверх. Чувствуем опять растяжение гармошкой ребер. И возвращаемся в исходное положение. С другой стороны точно так же. Вдох. Потянулись хорошо, ребра растянули. Большое дерево обнимаем. Выдох. Копчик стабильный. Мы здесь делаем выдох, чтобы у нас пресс включился. Вдох. Потянулись локтем вверх. И выдох в исходное положение. В другую сторону. Вдох. Потянулись. На выдохе хорошо скрутились вниз. Вдох. Потянулись. На выдохе исходное положение. Пожалуйста, делайте прям глобально масштабное движение. Именно по ощущениям образным. Вдох. Вдох. Тогда у вас будет локоть вытягиваться сначала вперед перед вращением. Выдох. Наверх. Вдох. И выдох. Отлично. Из этого положения мы с вами снова затылком упираемся в руки. И сейчас мы идем в скругление. Но скругление у нас на мышечных усилиях. Руки давят на голову, а голова давит в руки. И вот таким образом мы с вами мягко закручиваемся вниз до уровня, когда локти доходят до талии. Из этого положения делаем вдох в спину. На выдохе давим головой в ладони и раскручиваемся обратно. Локти уходят в сторону. Грудь открывается. Делаем на выдохе подъем грудной клетки. Смотрите, у меня грудная клетка не ушла вперед. Она у меня поднялась наверх, растянув прямую мышцу живота. Да? Мы опять же делаем мышечную поддержку спине. Снова собираем локти и головой давим в ладони. Уходим вниз в скругление. Дошли локтями до талии. Сделали вдох в спину. Вдох. На выдохе головой давим обратно в ладони. Локти раскрываются. И на выдохе хороший подъем грудной клетки наверх. Сильные мышцы. Последний раз. Вниз уходим в хорошее скругление. Вдох в лопатке. На выдохе поднимаемся наверх. Здесь спокойно дышим. Открылись. На выдохе подъем грудной клетки. И расслабились. Замечательно. И у нас с вами последнее упражнение, которое мы сделаем. Правая нога у нас остается в опоре. Левая немножко сзади. Они у нас в разножке. У нас будет происходить наклон корпуса вниз. И здесь мы будем работать коленом. Вот смотрите, у нас прямая линия. Если у вас есть дома швабра, прям поставьте вот так сзади швабру, чтобы вы чувствовали, что у вас крестец и грудной отдел прилегают. Вот вы прям держите и затылок, что у вас все абсолютно ровное. И здесь вы будете смещать таз вниз, но при этом позвоночник работать у вас не будет. Итак, мы скатываемся коленом вниз. Раз. Натягивая правую ягодицу. И на выдохе обратно два. Скатываемся коленом вниз. Корпус разворачивается ровно. То есть у нас работает по факту только опорное бедро правой ноги. Корпус, сзади стоящая нога левая, у нас не делают движения. Только колено, кстати, делает левое движение. И правый тазобедренный сустав. Корпус монолитный. Почувствуйте напряжение ягодицы. Как только вы начнете максимально включать ягодицу в работу, ягодица будет работать при шаге и снимать напряжение излишнее с вашей поясницы. Это уже на большом опыте людей доказано, с которыми я работаю. Поясницы и ягодицы – это прямая взаимосвязь. Последний раз. Отлично. Вытянулись наверх. Поменяли. Другая точно так же. Левая в опоре. Я поменяю руки. Давайте я уберу. Вы поняли же, как делать со шваброй? Да? Теперь для тех, кому без швабры. Левая нога в опоре. Руки на подвздошной кости вытянулись. Наклонились от тазобедренного сустава. Абсолютно прямая линия тела. Почувствовали, что у вас опора в пятку и в пальцы. То есть не надо смещаться на пальцы и не надо смещаться сильно на пятку. Где-то по центру, что все хорошо в опоре стоит. На вдохе опускаемся вниз. Корпус закручивается монолитно. На выдохе толкаем себя наверх до ровного положения таза. Вдох. Выдох. Вдох. Это медленное движение. Да? У нас для того, чтобы почувствовать, как включаются мышцы, должно быть очень медленное движение. Вдох. Выдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Последний вдох. Выдох. И вытянулись наверх. Отлично. Встряхните ноги и руки. Наш комплекс подошел к концу. Если у вас в целом всегда болит спина, я вам очень рекомендую пройти курс «Спина про здоровье». Он точно избавит вас от боли в спине. Он сформирует правильный тип осанки для вас. Адаптивный. И включит в работу все мышечные группы. То есть здесь мы с вами поработали упражнениями СОС. Которые в целом снимают болезненности ощущений. Если она прямо сейчас и вам надо как-то себя реанимировать, чтобы целый день пробыть на ногах, то курс избавит вас от боли в целом. Поэтому по ссылке в описании к этому видео переходите, читайте, пожалуйста, информацию. Если для вас актуально, я вам очень рекомендую. Это будет классный вклад в ваше здоровье. Продолжение следует...